Я решил уйти из театра, где проработал 15 лет, потому что там стало очень противно. Вот как сейчас везде, так у нас в театре стало вот 5 лет назад. Постепенно, как будто кто-то дверь открыл в туалет и не закрыл, и начал запах проходить. И сначала незаметно, думаешь, может быть, форточку открыть, может, тебе показалось. А потом все больше и больше. Я решил уйти, оставить все там, и спектакли, и сказал, ну, играйте сколько хотите. А я пошел. И надо было что-то придумывать дальше. Передо мной ничего не было, никаких приглашений, ничего. И я позвал моего товарища, вот Лени Рубермана, который продюсер этого дела, и говорю, слушай, давай что-нибудь сделаем рискованное такое вот, просто рискованное. Не то, что ушел и что-то сделал маленькое, а ушел и сделал что-то такое, ну, такое рискованное. Давай сделаем Годунова. Вот я очень хотел пригласить этого актера, я не знаю, понравился он вам или нет, трибунцев, но это просто вообще божественный актер какой-то. Он совершенно, он вообще сварщик, знаете, он сварщик. Он работал всю жизнь сварщиком. Сварю. Он такой простой, простой как бы парень. Вот я подумал, ох ты, как здорово сделать Бориса Годунова, который обычно, ну, опера, там, Шаляпин, я не знаю, кто там только его не пел. Кристо, ну, не знаю, сделать его таким пацаном. Ну, наверное, подсознательно что-то такое, что-то такое было, с кого это делать, но такой пацан, вот такой пацан, такой же, ну, такой дворовый парень, попавший во власть, такой хитрый, хитрый, который вроде и улыбается, а вроде и все знает, ну, такой, как это называется, жиган такой, а? Гопник, да. Урка, урка такой. Но как страшно устроено вообще все, и всегда, наверное, власть устроена так. Наверное, тем более в России, где засиживаются долго. Чем дальше, тем больше. Она очень быстро сжигает человека. Еще такой здоровый приходишь. А вот, ну, если Пушкин же все очень быстро писал, это довольно условная такая пьеса. Это даже не пьеса, а что-то странное. Никто до сих пор не может понять, ведь успешных постановок не было этой вещи. Она такая, ну, полупоэзия, полудраматургия. Траматургия – это какой-то театр будущего, даже сейчас. Я помню, говорю, ребята, актерам, по-моему, вот это сделано, как что-то очень острое. Тогда просто резалось очень, так вот, как стекло разбитое, как форточка разбитое, до крови резалось. Потому что не похоже ни на что, но еще в XIX веке, ну, вообще такого театра не было, вообще совсем. Ни литературы, ни театра, тем более. Сейчас все привыкли к такой распитости на куски и нелогичности. И я читал книжку, что это, ну, такую научную. Почему это было вопреки всему? Ну, нет, вот если называется Борис Годунов, он появляется в четвертой или в пятой сцене. Это такой нонсенс, который для нас уже мы привыкли, а тогда это было просто, ну, все равно, что вот Пушкин сел в присутствие императора. Когда он ушел, император говорит, Николай I, он говорит своему генералу, говорит, как можно с ним иметь дело, он сидит в моем присутствии. Я думаю, что он что-то делал, не представляет. Вот. А, ну, вам нормально, что мы так, на пару, да? А, медленнее, хорошо. Я говорю актерам, давайте еще раз разобьем эту форточку, потому что все привыкли к тому, что она разбита, она уже перестала резаться. И мы еще раз разбили, как мне кажется. Ну, на тот момент, когда я это делал, мне казалось, я разбил. Я сейчас вошел, посмотрел последние 10 минут, мне как-то немножко неловко стало, сейчас я по-другому это бы сделал совсем. Мне кажется, еще надо разбить. Ну, как это все ужасно, какие ветры там дуют, и как это человек превращается в какое-то иссохшее злое существо. Я сейчас говорю про своего героя, а не про ничего политического. Если это на что-то похоже, ну, слава богу, это всегда на что-то должно быть похоже, если это правильно сделано. Ну, может даже излишнее. I cannot see it in the presence of the end. So, then the question about poetry. before isakova starts reciting the entire performance of poetry at least for my is done as if specifically how one shouldn't recite poetry of course in the beginning it's done intentionally but even when boris delivers his famous monologue it's also against the poetry right it's sort of against the great because it's a theater it's a different искусство it's a different искусство you start reading stiches you forget about the theater you can one ногой one of the two stuels sit i did theater so in the beginning you say it's when the boys are reading we lost the lyrics, we lost the lyrics, we lost the lyrics, they never forget they never forget anything, they never forget they repeat, but they quickly get used to it И начинают читать складно. Значит, нужно менять стихи каждый раз, а потом они к этому привыкают. Значит, нужно ломать их внутри, читать им неправильно, чтобы они не ожидали, что они сейчас услышат. Ну, такие уроды просто, ну, уроды. Нет, это не актеры. Это один математик, по-моему, спившийся уже. Один военный. Нет, это не актеры. Это на Мосфильме есть такая бригада в массовку. Массовка Мосфильма. А не оттуда. Ну, был большой выбор. Мне прислали всяких фотографий чудесные, чудесные совершенно, всяких полковников, генералов, алкоголиков. Ну, вот мы выбрали лица. Да, да. Вот. А потом, ну, да. Там один монолог, собственно, остался. Мы сделали еще, вот когда он старушке говорит. И то мы бились над ним очень сильно, чтобы его сломать, чтобы сломать поэзию. Там был очень хороший монолог, мы его сделали. Мы его сделали, и Тёма его делала очень хорошо. Это последний монолог сыну. Сейчас его нет, мы его убрали. Мне показалось, что он утяжеляет финал, когда он проваливается в рояль. Он до этого говорил сыну, это гениальный монолог, конечно, как надо руководить государством. Это сумасшедший совершенно монолог. И мы делали так, что он, я говорю, что вот там вот Бог или кто-то, и говорит, пора. И он говорит, сейчас, 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 подожди минуточку, мне с сыном надо поговорить. И, а тот его все время зовет. Он говорит, сейчас, сейчас, сейчас иду, сейчас, и опять туда. А этому парню он загибал пальцы, и как специально там было 10 заповедей, как нужно руководить. Он говорит, это, это, загибал ему маленькие пальчики. Вот это, чтобы тот запомнил, потому что бессмыслиться 10-летнему ребенку говорить, как надо управлять государством. Просто сказать больше некому, все остальные, все остальные просто предатели и жулики, он это знает. Вот это, это, говорит, сейчас, 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 это, это, это. И когда загибал последний палец, он говорит, я умею, все, все, я иду, теперь я твой. Успел. А потом мы это убрали, и Тёма, надо сказать, потрясающий актер, обычно они очень печалятся, когда у них текст забирают, тем более сцену. Я его позвал на улицу, и говорю, Тёма, давай это не будем делать. Он говорит, давайте, давайте. Я говорю, ты скажи какую-нибудь ерунду, вот то, что ты можешь вспомнить из этого монолога, и прыгни туда. Он говорит, сейчас, и когда он это делал, я помню свои чувства. Я не знаю, передается ли это все, мне это уже не передается, потому что я уже это видел тысячи раз, но когда я это первый раз увидел, у меня просто, как говорится, сперло дыхание. Настолько это было страшно, когда он про зубы, что надо чистить зубы и переходить улицу. Что такое беззащитное безумие. Он умирает, а сказать некому ничего. И даже забыл, что нужно сказать. И он так это смело в тот момент, я не знаю, как сейчас это смотрится, но в тот момент это такие паузы были. Я вот эту паузу никогда не забуду, когда он сидит на рояле и пытается вспомнить. Он сделал паузу больше, чем я ожидал. Вот эта пауза, она засела во мне, я ее помню. А? Да, смотрится, да? Да? Вот, ну слава богу. Это снял очень толковый человек, вообще снять очень трудно. Он умер, к сожалению. Я хотел еще следующее ему попросить, а мне сказали, что его уже нет. Он как-то быстро меняет планы, так что не надоедает смотреть. На всяком случае, когда я посмотрел, редкий случай, когда меня не истошнило от собственного произведения. Когда я вижу снято, это что-то другое. А поэзия, я не знаю. Он же там... А какая поэзия, собственно, если так разобраться? Нет, ну там, когда они... Не ковыряй в носу, помашь луком. Он плачет? Нет, он должен плачать. Но там поэзии-то нет. Или там по-немецки вдруг переходит. Это вообще как вот... Я не знаю. Это все какой-то пейзаж, увиденный из поезда. Из скорого, причем, поезда. Он так... Россия, литовская граница, какая-то корчма. Польша, потом опять Россия, потом опять какое-то поле, кто-то с кем-то говорит, какие-то иностранцы. Это все поезд мчится, мчится, еще с разбитыми стеклами. Ты хочешь посмотреть что-то? У тебя кровь на руках. Вот Россия. Там вообще передана Россия. И, конечно, этими монологами. Конечно. Потому что она и в поэзии тоже. Конечно, и в поэзии тоже. Вот мы из этого монолога не могли убрать ни одного слова. Когда шестой уж год, я царство испоконил. Но тоже мы пытались положить не на стихи, а на... Я не помню, как я там зовут. Ну, бабушка, ну что же такое? Я это делаю, а мне это. Я это, а мне это. А я это, а мне это. Ну, это же нельзя. Так они только мертвых умеют ценить. Ну, что же за народ такой? Вдруг он понял, что при всей его умелости вот этот молчаливый народ, он-то круче. Он его и выкинет. И ворона летит еще к тому же. Думаешь, Господи, куда я залез? Это, знаете, не знаю, если вы потерпите неприличный анекдот, я не буду ругаться, но вот знаете, как вот альпинист, мужик на Эверест лезет, 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 лезет и вдруг видит, до лес подтягивается и видит там такой зеленый какой-то человечек сидит. Он говорит, ты кто? Он говорит, а я твой дец. Он говорит, а почему ты зеленый такой? Он говорит, а ждать тебя задолбался. Вот он долез туда. Вот он долез туда. Он долез туда. И очень быстро его оттуда. И ничего не помогает. Он там что-то построил. Господи, вот Собянин плитку положил в Москве. Красиво. Все говорят красиво. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Спасибо. One more question. Last question, I promise. It's still about poetry. But in the end, the actual poet, Герман Муковников, also known as Бонифаций, takes the stage and delivers his own poem. As a holy fool. I had shivers when I realized that he is a holy fool. That was sort of my shivers. But does it mean that poetry still prevails through all this poem? Ну, он же играет этого юродивого, поэтому поэзия отдана юродивому. Ну, я вообще сказал, он вообще колоссальный человек. Я вообще сказал, Герман, делайте что хотите. Вот просто вам две минуты и еще бормочите там что-то. Собственно, спектакль закрыли отчасти из-за него, потому что наш спектакль был 24 февраля. И он начал говорить что-то про войну сразу же, в этот же вечер просто. И на следующий день директриса этого театра, где мы гастролировали в Москве, пришла, сказала, что актеры ее театра пошли куда-то жаловаться. И пришел потом этот кретин, этот актер певцов, который все это закрыт. В общем, это все свобода Германа. Нет, он сказал, что мы глумимся над гробами. Да, певцов, выступление его в Госдуме или где-то, что мы глумимся над гробами. Мы глумимся над тем, кто приносит гробы в этот день туда, чтобы для них ничего святого нет, а не над гробами. Это мне звонил такой Саша Минкин, такой хороший очень, и журналист, и писатель, и критик. И через год после того, как мы сделали, был какой-то праздник в Петербурге. 300 лет там чему-то, флоту, я не знаю. И он говорит, ты слышал, что сделали они? Говорит, я вспоминал твоего Бориса, они привезли не кости, не труп, но мумию, останки Нахимова. Нахимова. И Нахимовский крейсер стоял с останками Нахимова, и проходили корабли. И все сдавали Нахимову, я говорю, там надо было веревочку еще сделать, чтобы она... И, знаете, Дима сказал, что они должны поставить маленькую курицу, и он будет восхищать корабли. Вчера они взяли Потемкин из его песни. О, они сделали? Они все еще раздали Потемкинские. Вообще кости не дают. Это во Франции. Я читал где-то, что... Я могу спутать фамилию, но еще раньше, лет, наверное, 8 или 10 назад, потомка, наверное, уже не сына, а может быть сына старика, одного из русских генералов, предположим, Бранделя, я не помню. Который похоронен во Франции. Что давайте, мол, вашего папу перенесем-то на родину, наконец. Да? И его ответ. Ох, вот это вот просто потрясающе. Две причины, очень вежливый ответ. Две причины, по которым я не могу это сделать. Спасибо большое за приглашение. Но две причины. Первое, мой папа никогда своих солдат не бросал. Они все похоронены там. Надо либо всех, он один не поедет. Это первое. А второе, пока этот человек лежит на Красной площади, вообще разговора быть не может. А так спасибо. Но спасибо большое за приглашение. Спасибо. 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 Замечательный хор женщин в потрясающих классах. Это академический хор Подмосковья. С чудесной женщиной, которая руководит. Она там всеми руководит. Москва-субербия, она там всеми руководит. А? Самодеятельный, конечно, хор. Самодеятельный, это второе, да. Это чудесные люди, чудесные. Они приходят, приходили на спектакль с какими-то домашними пирожными. Они бы брать пирожки. У них была большая грименка на всех. И все туда захотели, они всем забывали. Всем какие-то бутербродики давали. Вот сколько их там есть, 12 бабушек у нас было. Просто это чудо, тепло и все. Она их муштровала и муштровала. Сейчас просто как солдат. Солдат буквально. Живот подобрали, спину держим, пошли. Как прапорщик. Это чудесный день. Их много там, на самом деле. Человек 25. Да, да, да. Это их платье, мы не шили. У них только воротнички разные. У них, вот на эти платья, есть разные воротнички. Есть кружевные, есть золотые. Там 12 смен этих воротничков. Платье всегда одни. Абсолютно. Я однажды, когда попросил их прийти и попробовать спеть что-то, я говорю, что вы знаете. Они споют, споют, я думаю, ну хорошо. А потом они спели вот то, что здесь галичи, облака. Они спели вот то, что здесь галичи, облака. Вот тут я просто поплыл. И я просто поплыл. Все, договариваются. И я сказал, окей, ты вон, ты вон, ты вон, ты вон, ты вон. Галичи он, ты вон не смеет. Ну, так как это вообще концерт, мы придумали, структура этого всего – это концерт, ну и дети, значит, играют, самодеятельность такая, я даже не знаю, если начну объяснять, это будет что-то более литературное, чем… Моя актриса, которая в огромном количестве спектаклей, у меня главная розница, она очень рискованная, как актриса, она придумала тебе эти зубы, и что-то пошло, поехало в ту сторону, что вдруг оттуда поперло, запредельная натура. То я каждый раз смотрел этот кусок, потому что вообще-то он его съест, он его возьмет, и тот понимает. Это какой-то бешеный, бешеный странный ребенок, который в ней какая-то сила через этот монолог Марии, какая-то сила, которая, например, того Дмитрия была, чтобы из монахов корчму, из корчмы Польшу и так далее, и так далее. И иметь наглость и смелость вообще, вот так, в ней что-то появилось, и этот дуб какой-то тоже русский, тоже какой-то блаженный. Это составная часть этого калейдоскопа, режущего стекла. Вдруг не знаешь, где найдешь, вдруг как раз увидишь, боже мой, боже мой. А почему тогда Марина стала такой вот, ну, ты словишь Исаакова? Да я все придумал, я уже забыл про Пушкина, я придумал какую-то другую историю. Это в Пушкинской Марине, конечно, не имеет отношения, но мне вдруг захотелось сделать нормального человека. Нормального человека, который просто, ну, влип, чтобы какой-то контраст был с этой бандой. Который говорит, что вы едите, я не знаю, как она говорит, а там три актрисы играют. И у каждой есть свои тексты, они в чем-то похожи, в чем-то разные. Что вы едите, как это можно есть? Она просто домой шла, она маму заменила, которая в этом хоре. Ну, так мы придумали. Она вообще, you know, her mom got sick, and that's why she is there. She wasn't supposed to be there. Ну, там же тоже Боярд-то не особенно много уродов у Пушкина. Но хотелось бы сделать, ну, что мы видели по телевизору, когда являли врач. Это же буквально, буквально. That's the reality. Yeah, that's the question, from which I began. Такое ощущение, что они просто разыгрывали ваш спектакль, не разыгрывали его спектакль. I have a feeling that your production serves as a script for what's going on now. Hopefully, it will be serving as a script for the future. Thank you for sharing this performance with us and for this Q&A. Can you talk about the primal lab that you're running right now? Говорите о лаборатории, что вы сейчас делаете? А что вас интересует? What's interesting for you? What would you like to know? Все, что вы можете. А, ну, мы набрали воздуха в легке. We took a deep breath. И сказали, что мы открываем лабораторию. And we said, we're going to open a lab. Primalf Lab New York City. Это наша инициатива. Это наша инициатива. Моя. Вот Инна, моя жена. И моя жена. Тима, которая здесь. Тима, которая здесь. И еще нескольких человек. Мы набрали замечательных актеров. Немного. Это все пока от таких начало. И все начало. Без денег пока. Мы собираем деньги на то, чтобы пройти первый этап. Как бы здесь. Как бы здесь. So, this is the first stage. Как это? Showcase. We're preparing to do a showcase in December. And we're fundraising right now. Потом еще наберем деньги. Сделаем еще спектакль, чтобы он был. And then we'll open the show for real. Я придумал три спектакля. Начать с трех спектакля. Трех спектакля. Это прям маленький репертуар. So, I want to create like three shows that are going to run in Reptory. Не то, что там я вот один спектакль мы сделаем. И вот трех из носа мы его сделаем. It's not like we're going to open one show. We'll open it and that's it. No, we're going to continue. Должна быть вообще. Постоянно действовать. The idea is that it's a kitchen, but we're cooking all the time. We're preparing food all the time. And occasionally we serve certain dishes. And then we continue to serve other dishes that we're working on. Мы сейчас готовим два. So, right now we're preparing two shows. We're hoping that we'll be ready in December. Как искин, как искин. As it showcases. They're not going full-fledged productions. Потом надеемся, очень и уже будет. We hope that next fall we'll be able to do real productions. And we'll be ready to produce the third show at the time, too. And then we'll see what will happen. Как вы все будете на этой... Как город, люди будут на этой... The city will react, how you will react, our audience. Я просто нахожусь в иллюзиях. I think I have illusions. Со временем наших первых гастролей здесь. From the first tour that we had here. И было несколько. I had a couple of tours here. There was my different shows. But the first tour that we were on. I always loved New York audience. The reaction that I saw. And I loved the faces in the audience. So, I was always excited about that. So, I want to do something and to show the people of New York what I can do. And I'm hoping that it will sound, you know, we will have some reception. Because my shows from Russia, when I was bringing them from Moscow here, they were usually received very well. So, I'm hoping that New York will receive. So, we started, you know, first we rented a couple of rooms, we didn't have anything. So, now we're rehearsing. $10 an hour, you can rent a rehearsal space in New York. So, our знакомая дала нам 400 долларов. We had 400 dollars to start with. That was the first donation. And we figured we have 10 rehearsals that are paid for. So, four hours a day. And we probably had about $40 left. The La Mama experimental theater invited us to be their residents. And now we have a real repertory of hold. And they're promising that they're not going to kick us out. So, I'm somewhere, I didn't go back to my childhood, I didn't go back to my youth, but I am definitely going back to the beginning of my Korean-Russia. That's very interesting to start it all over again. So, what will you do with the theater in Russia? What will you do with the theater in Russia? I don't know what's going to happen in the theater in Russia, what is going on right now. I don't know. I'm afraid to say anything right now. I don't want to upset people who are still there, and I love them, and they're still working there. Not everybody left. A lot of people are staying there, and they're still working in the theater. And I cannot imagine what are they experiencing and what are they feeling when they go on stage. They have to perform things. They have to perform things. The theater is... The theater is alive when the theater is free, when you can do whatever you feel like. But when you are being censored on all points, when everybody is watching you every step and work, I don't want to say anything. I feel... I feel sorry for my friends there. I feel... I read the news all the time. And... What is happening? Who is going to direct one? Who is opening the show? What production opened in this theater? I feel... I feel horrible. I... 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 Edgarwealth Hilda. That's it. They sent me the poster today. And then... Director. 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 But in the large letters. There's no name. Director. Director. But thank God, it's still running. You know, the show is off... The first sont61, do I agree to take the down my name, or do you want to take down the show, and the show will not be up? И я сказал, что это не только я, это еще Саша Молочников так же сказал, и Женя Цыганов, который там остался, и который очень откровенно давал интервью, что происходит, ему тоже сказали, что происходит. И они спросили, что это шоу или его имя? Потому что, конечно, его имя, но это не помогло все время. Это был Сережа, Сережа по Анне Карениной, это Анна Каренина, да, в Амхате. Вот сегодня он был, они прислали поклоны, полный зал народа, ну, конечно, фамилию нас убрать, псевдоним Резисер. А что будет, что будет, и вернусь ли я, конечно, и все будет хорошо. И все будет хорошо, я уверен, и очень скоро, так не может быть, что такое богатство отношений, богатство связи, богатство искусства, богатство духовное, душевное, оно одним махом, так не может быть. Я не верю в это, я все делаю здесь, чтобы здесь работать, но внутренне я не распаковываю чемодан. Я не распаковываю свои башни. Это был Филдерфейский. Это был Филдерфейский. Американцы были, конечно. Американский театр со своими актерами. Это был Уиллман театр в Филадельфии. Мы вообще рассчитывали на большой тур, и люди этим занимались, и они нашли компанию, этот театр. Но в последний момент, когда все случилось, оказалось, что эта компания в какой-то степени связана с Абрамой. Театр сразу закрыл все, отдал деньги, закрыл ни одной поездки, ничего, 15 спектаклей, и все. Я надеюсь, что они декорацию не выкинули. Это был страх, страх испачкаться. Вы знаете, они были страшны, что они будут дергать в какой-то способ. Я надеюсь, в декабре. И вы увидите нашу субтитры. И также, посмотрите нашу субтитры. И также, посмотрите нашу субтитры. Примоплаб Нью-Йорк-City. Продолжение следует.